Во Владивостоке прошла первая дальневосточно-онкологическая конференция «Территория инноваций-2023». Поделиться своим опытом и наработками приехали специалисты со всего Дальнего Востока, Сибири, а также онкологи главных центральных научно-исследовательских институтов имени Петрова и Блохина. Собрались специалисты по разным тематикам, по разным направлениям. Это и хирургическое направление, это и лабораторное направление, и химиотерапевты, и генетики медицинские, понимаете, чтобы поделиться своими наработками, своим опытом, вот живое общение. Поэтому вот собрав специалистов разных специальностей в одном зале, мы имеем возможность посмотреть на проблему, на ту или иную диагноз, на принципы его лечения абсолютно с разных сторон. 75 лет назад приморский онкодиспансер был представлен тремя врачами и 13 медицинскими сестрами. А сейчас это мощнейшее лечебное учреждение краевого уровня, где сосредоточены научная, учебная и практическая базы. Диспансер обладает всеми необходимыми мощностями, оборудованием, специалистами, знаниями, чтобы лечить такую сложную патологию, как онкологические заболевания. 50 коек дневного стационара, 7 клинических отделений, поликлиника, лабораторий и дружный коллектив профессионалов. В прошлое время мы будем открывать на базе отделения абдоминальной онкологии 10 коек таракальной онкологии. Потом у нас в планах все-таки открыть еще онкоурологическое отделение, отделение хирургии головы шеи. Для этого, безусловно, у нас есть проекты и мы знаем, куда нам двигаться. В этом году в диспансере открыли отделение ПЭТ-КТ и радио-йод терапии. Раньше пациентам приходилось летать на лечение в другие регионы, а сейчас они имеют возможность получать это все здесь и на месте. И все это благодаря финансовой и любым другим формам поддержки со стороны правительства Приморского края, губернатора Олега Николаевича Кожемяка. Поддержка на самом деле колоссальная. Онкология очень дорогая отрасль в медицине, поэтому без государственной поддержки, без национальных проектов развивать ее очень сложно. В Приморье повышается уровень оказания онкологической помощи. В рамках нацпроекта здравоохранения открыты 11 центров амбулаторной онкопомощи в городских и краевых больницах. Это позволило значительно увеличить объемы оперативного лечения. В регионе все направлено на то, чтобы развиваться и оказывать на самом высоком уровне помощь пациентам, которые страдают онкологическими заболеваниями. Анна Дьякова, Олег Завялов, Новости на Восьмом.